Барышня и кулинар Да Я никогда не понимала такого термина, что мужчина нужен для здоровья, ты знаешь? Да И тут я недавно поняла, что это так Ну имеется в виду психического здоровья, гормонального, поскольку мы гормонально зависимые То есть выводить нас из себя, нам нужны мужчины, чтобы выводить нас Или наоборот, поддерживать нас и вводить нас в хорошую форму тонуса То есть украшать нашу жизнь Вот моя приятельница Вера Сотниковой, она говорила так, что мужчине Говорила, что мою жизнь ты можешь только улучшить, ухудшить я тебе ее не дам Отлично Это потом стало девизом на очень долгие годы Ухудшить я тебе ее не дам Здорово Кстати, ну как же, я не представила нашу сегодняшнюю гостью, заслуженную артистку России Жанна Эпли, это потрясающая артистка, думаю, что вы все ее узнали Я думаю, что вот с кем-с кем, а с Жанной мы мужчины как раз прекрасно говорили Это моя тема ранимости Вдруг на Анину на кухню, бородатый, хромой, выбегает Ничего себе И мы говорим, что все мужики спорта Не умывальник? Нет Один есть, один есть хороший Он богатый Хвалите меня, хвалите меня Что готовим? Да, я готовлю, как у тебя написано, холодник или холодник по-польски Холодник по-польски? Паня, я для двух пани готовлю вот Это окрошка холодная Делайте 10 минут Вот у моей мамы это стоило в холодильнике Жанна, Жанна, а вы готовьте овощи для пароварки Болгарский перчик, баклажаны и помидоры Без акропа, да, нарезайте так вот аккуратненько Да, как вам нравится, любая форма, много не берите, мы много не едим Я, почему же? Пол баклажанчика Знаете, у меня прекрасный аппетит Пол половины помидорчиков Я когда была молодая Еще была не замужем Когда я была еще не замужем в первый раз Товарищи зрители Молодая у нас была молода Ну дайте я скажу Прежде чем идти на свидание Мне моя мама говорила, поешь дома Прежде чем идти на свидание Моя мама мне говорила Это мама шла на свидание Она тебе кормила дома Молодец Она сказала, сначала дома поешь, потому что если мужчина увидит, как ты ешь, сколько ты ешь, он от тебя сбежит. А ты много ешь? Очень. Я очень люблю есть. Я ужасный гурман. Счастливейший человек. Я тебе завидую. Девчонки, хотите главный секрет польского свекольного супа? Взяли полуваренную свеклу, положили ее в кастрюльку. Всю. Взяли кипяченую воду комнатной температуры, залили ее и считайте, суп готов. Какая прелесть. А чем отличается польский холодник? Это тоже свекольник практически. Белорусы, украинцы, они варят. А так, мы не будем варить. Потом в этом бульоне, она уже сваренная была. А-а-а, Семен Семенович. Да, подожди, там будут еще кое-какие ингредиенты. Господа, я начинаю готовить десерт. Да, у меня есть мозг. Печенье. Что делать? И убегаю. Почему ты убегаю? А у тебя концерт? У меня, да, мне по делам надо. Да, по делам. Не знаю, зачем нас оставить. Жанна, у нас с вами большая... Ну мы с Жанной вечером встретимся на Девишнике и все это съедим. Так, я готовлю печенье. Мука, сахар. Так. Масло. Мука, сахар, масло. А, яичко я еще забыла. Угу, сырое. Яичко сырое? Сырое. Да. Ты знаешь, помнишь, как это про яичко диетическое? Да, я помню. Так, а я возьму идеально подходящую для соусов, для приготовления горячих блюд, а также для холодных супов, сметану Валю, мягкую, нежную. А, Семенович? У меня 42, а у тебя? И у меня 42. У меня рилка стоит. А у меня ложка. Ты куда добавляешь? В тесто? Я добавляю в тесто. А я добавляю в холодник. Класс. Да, и вот тут надо обязательно хорошо перемешать. Вот, девчонки, надо обязательно хорошо перемешать сметану со свеклой. Красиво, да? Цвет, конечно, потрясающий. Цветочек красивый. Девчонки же мазали щечки себе на Руси. Сверхлые, знаете, да? Да. Мы сами любим. Да, помазать щечки. Щечки себе. Вы знаете, что когда вот у вас дети-то есть, Жанночка, а Аня обещала вам в прошлой программе, что дело практически скоро будет. Или кто запрос, я не помню, я говорю, обещала. Обещала к этой программе принести. Когда у вас идите на смор, отожмите сок свежей свеклы. У меня на смор. И капайте. Антисептик, он будет чуть придирать, но дышать будете на раз, два, три. Умный, Мишка. Но я еще в тесто, Мишечка, добавляю безлактозное молоко Валио. Это для молока для тех, кто вообще не пьет молоко. Потому что у многих лактоза не усваивается. У меня в том числе. Поэтому я в наше тесто добавляю вкусное безлактозное молоко Валио. Знаете, Анна, если бы я добавил безлактозное молоко в холодник, то он тоже бы не испортился. Знаете, молоко хоть и безлактозное, но при этом вкус и все полезные качества, как в обычном молоке. Холодник или холодник? Холодник, 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 как хотите называйте. Холодный свекольный суп. Так, пожалуйста, овощи. Какой вкусный текст. Я сама хочу. Я вам оставлю. Вот у нас совершенно потрясающая пароварочка есть. Давайте, укладывайте. Хорошо, так, снимаю. Жанночка, укладывайте. Укладываю. Красивая пароварка и красивая женщина рядом, это просто вот то, что нам надо. Миш, помоги мне, оно тоже тяжелое. Что я должен сделать? Раскатать тебе тесто? Так. Как всегда, самая высокоинтеллектуальная работа достается мне. Вот так, а ты говоришь, что мужики так не нужны нам. Посмотри, как-то у вас все мужики. Еще как нужны. Да? Ты какой сильный. Всякие у него сильные руки. Я когда знакомлюсь с мужчиной, я смотрю на его руки. А мне бабушка говорила, что вы такие интеллигентные руки. Все сказано. Великимные руки. Все сказано. Миш, твоими руками все сказано. Ты силач. Хорошие мужчины или плохие – вопрос риторический. Просто любите их, и тогда никаких недостатков не заметите. Давай, еще чуть-чуть. Нет, еще надо. Чего? Тончина, тоненько должна взять. Деликатный, деликатный. Дайте помогу, секунду. Что-то надо взять, тогда его уже. Знаешь, как дети говорят, мам, только потоньче нарежь колбаску, сырок, и чтобы они были тоненькие. А у тебя взрослые? Сколько у тебя деткам? У меня мальчик и мальчик. У тебя два парня? Одному, хочешь скажи, сколько? Сколько? 20. Да ладно. Одному 20, а другому 10. А когда вы родили в девятом классе, вас из школы не выгнали? Я с тобой вожу маленького сына, типа я молодая. Молодая мама. А старшим говорю, отходи. Они там сестра, познакомимся с сестрой. На тебе одну. Смотри, какой тоненький, тоненький. Давай, давай сразу против. И без меня. А я буду продолжать суп делать. Знаешь, как я, мам, сейчас я очень люблю готовить. Я забыла, подожди, бежи. Интересно, люблю готовить. В 90-х годах мы совершенно не были востребованы. Кто такие мы? Актеры, да. Потому что был кризис, кино не снималось. Театр, театр. Знаете, как в театр придешь, в театр, стоишь за кулисами, смотришь, сколько человек в зале. И если в зале было меньше людей, чем на сцене актеров, то спектакль отменялся. Представляете, что заново могло прийти 5-6 человек на спектакль. А сейчас ломится все, да? А сейчас ломится. Сейчас. Какое сейчас? Гастроли, гастроли, гастроли. Времена прошли, что люди действительно ходят в театр, ходят в кино. Так приятно, мне кажется, это так здорово. В то время, когда вы не были востребованы, мысль была на читании, была закончена. У меня был единственный талант. Это готовить. Я умела готовить из ничего. Это особый, да. Каши стопора? Это не сейчас, когда столько, а тогда не было ничего. Это я помню. Как из стопора, да. Каши стопора. И я могла, да, приготовить все. И между прочим, совершенно не важно, что ты готовишь. А вот вкусно или не вкусно. Знаешь, просто картошечку можно пожарить вкусно. Меленько зелень. Мы полезли огурчики крупно. Петрушка. Потрясающее ощущение, да, вот, когда трогаешь тесто. Нет, знаете, вот есть народные всякие приметы, поговорки. Вот раньше, когда вот у тебя плохо, какое-то горе, всегда говорили, неси тесто. Вот якобы сюда уходит все глистер. Через руки уходит вся эта радость. Ну, если тесто же били, знаете, когда взбиваешь, тесто замешиваешь, чтобы оно вставало, его прям в кофе прям били. И чем больше бьешь, тем лучше вставало. И вся вот эта агрессия уходила в тесто. Тесто лупили прям. Да, вот так вот. А сейчас как вы разряжаетесь, когда вам плохо? Прихожу на съемки, общаюсь с Семеновичем, я тут спрашиваю. Прошу ее пригласить к какой-нибудь из своих подруг. Какие-нибудь подруг хорошенькие, симпатичные. Нет, не у тебя хорошенькие. А знаете, как она разряжается? Она приглашает к какой-нибудь подружке, уходит. А просто смотрит, выживет или нет. Далее в программе кулинарные премудрости. Вместо миксера сама. И женские хитрости. Молчу, молчу, могу ножом. Все, молчу, молчу. Вот как надо с мужчинами. Неожиданный поворот событий. Пока, ребят, пока. Хорошего дня. И новый дуэт на кухне. Дивитесь левее. Налево. Почему? Какие страсти развернулись после отъезда барышни. Вы боитесь меня? Да, да, да. И какие порядки установила новая ученица кулинара. Я умею все. А может, учеником стал сам учитель? Напоминаю, что сегодня с нами готовит заслуженная артистка России Жанна Эпле. Да, у меня есть нож. Что делать? Мы готовим холодник по-польски. Это крошка холодная. Делается 10 минут. А барышня сразу взялась за персиковую лазунь. Ты какой сильный, всякие у него сильные руки. Молодец. Я когда знакомлюсь с мужчиной, я смотрю на его руки. Прямо сейчас секрет удивительного печенья с загадочным названием. А я на самом деле доготавливаю уже глазурь для нашего печенья. Печенье уже готово. А что там у тебя? Это сахарная пудра и лимонный сок. Она была белым порошочком. Посмотрите, какая очень интересная такая вот консистенция. А ты когда-нибудь ела гоголь-моголь? Ела. Да, я вчера пирожили, приготовила детям гоголь-моголь. Сыровые яйца. И с сахаром, да? И сахар, да. Белые должны быть, да белые, да белые. Долго-то, да белые. Вместо миксера сама. Да-да-да-да-да. Огурцы, укроп, петрушка, зелёный лук. Ну что, смотрите, какие они нежненькие. Кто? Смотрите, какие они румяненькие. Печенёшки. А что мы ещё сверху прощаем? А мы ничего не положим сверху на них. Да, сейчас мы с Малисом это сделаем. Сами ты сделала? Ты тоже хотела? А вы знаете, как неправильно яйца ножом не режут? Я вам сейчас вилку дам. Вилочкой и прямо непосредственно в ёмкости. Зачем вот здесь всё будет у нас? Туда будете прямо вилкой? А, да-да-да всё. Молчу-молчу-молчу-молчу. Молчу-молчу. Могу ножом. Всё, молчу-молчу. Это просто не так надо смешно. Мина, ты её не предупреждала, да? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Что? Когда вы что-то режете, вот так пальцы ставить не надо. Ногти внутрь, понимаете? Не волнуйтесь за меня. Вы мне скажите, как резать? Крупно или мелко? А если я другим способом режу? Я же хуже от этого не режу. Нет, вы режете даже лучше. Красивше, интеллигентнее. Интеллигентнее. Понимаете, вот это применимо к слову кулинарии, да, интеллигентно. Она очень интеллигентна. У меня получилась сладкая яичница. Послушайте, так это яичница? Не перепутать? Хоть с укропом посыпать, честное слово. Нет. Настолько похоже на... Это десерт. Это десерт. Будьте изобретательны. Печенье персиковая глазунья. Смешайте сахар, муку, сливочное масло, сметану и яйцо. Занесите мягкое тесто. Стол немного присыпьте мукой и раскатайте на нем тесто в пласт толщиной около 5 мм. С помощью формы вырежьте кружки диаметром около 6 см. Выложите их на противень, смазанный маслом и застеленный листом пергамента. Отправьте противень в духовку, разогретую до 180 градусов, минут на 10-12. Дайте печенью остыть. Для глазури смешайте сахарную пудру с лимонным соком. Смажьте глазурью каждое печенье и украсьте половинки персика. Сладкая яичница готова. А еще можно сюда клюковки добавить. Да, все что угодно. Ну вот так просто яичничка. И водочки. Или сампански. Это вам десерт, но вы мне одну печеньку оставьте, пожалуйста, на вечер. Ребяточки, я прощаюсь. Жанночка, мы с тобой увидимся вечером на вечернике. Целуйте, дорогая. Работай хорошо. Пока, Мишка. Ну что ж, дорогие телезрители, я вас обожаю. Пойду еще немножко поработаю. Пока-пока. Пока. Пока, ребят. Пока. Хорошего дня. Так. Жанночка, теперь важный. Ну что? Попалась. Жанночка, значит, для начала я не могу смотреть на ваш бантик. Смотрите на меня. Видишь все это в последний раз. Это мой фартуг личный. Я думаю, это кулинар. Это не фамилия, это должность. Да-да-да-да-да. Надо было придумать. Я что-то немножко взволновалась. Если бы с вами. Как-то я с вами осталась наедине. Вот так вот. Как раз. Мне в такую тайну. Двигайтесь левее. Налево. Почему? Ну, подальше от меня. Вы боитесь меня? Да-да-да. Я лимона добавлю. Так, что мне делать дальше? Теперь у меня есть фарточек. Теперь я как хозяйка. Теперь давайте. Зачем вы разрезали? Так, то да, да. А потом вы будете делать мне рыбный фарш. Умеете делать рыбный фарш? Я умею все. Отлично. А пользоваться комбайном кухонным? Ну, вот это и с техникой у меня проблема. Проблема, да, с техникой? Да. Я обычно, когда покупаю какую-нибудь технику, сижу вот так вот. И говорю, помогите мне, помогите мне. Когда мне долго рассказывают, как этим надо. Я говорю, не надо мне говорить. Вы крылья как? Прекрасно. Да, сейчас мы будем делать с вами рыбный фарш. Давайте. Для рыбных тефтелей. Я вам дам рыбу. Так. Ой, какая нежненькая рыбка. Тебе надо вот резать ее, чтобы потом делать из нее фарш. Резать вот так вот, да? Да, и потом бжик будем делать. А мы с чем? Я сразу, если, например, хлеб нужно туда добавлять в телечки, не надо? В этом, я бы сразу все, и все специи, и чесночок. Это что? Это сыр. Сыр туда? Да, в этом наш секрет. Без хлеба. В этом наш секрет. А чесночок? Чесночок чуть-чуть. Я чувствую, что-то здесь. Я не очень понимаю все это, да? Что еще вы прикажете? Укропчика. Укропчика. Уно момента, Синерика. Уно момента. Я что-то не то делаю. Уно момента, укропчика. Что еще? Укропчика, пожалуйста. Что еще вы еще и желаете? В фарш, может быть, чуть-чуть перчика? Перчика. Хорошо, перчика. То есть я придумываю блюда? Да-да-да, хорошо, хорошо, перчика. Сальцы. Чуть-чуть. Присолим. Ум-пиа. Хорошо, что-то я еще хотел добавить. Ну, можно все-таки я как-то вот... Ильчка. Поучаствую в просече. Конечно, конечно. Раз. Потрясающе. Так вот, раз, и все. Все, можно закрывать крышечкой? Так, вот. Да, мы туда напихали всего. Опаньки, я пока пойду посмотрю, что у нас с этими. Так. Так. Сальчик, а позвольте мне лимончика выдавить на овощи паровые? Лимончика позволяю вам. Позволяете, да. Так, включаю. Ой, как пахнет! Господи, как вкусно пахнет! А это будем делать сковородочки. Возьмем маслица Борхес. Рафинированная, стопроцентно оливковая. Не портит вкусу продуктов, раскрывает их тайный смысл. Свой тайный смысл откроет мне продукты. Это про Борхес. Так, теперь будем формировать тефтельки. Что нам для этого надо? Руки мои. Руки мои. Что еще нужно? Да, доска. Да, доска есть. Жанна, я теряю с вами дар речи. Да ладно. Я сама, ну дайте мне что-нибудь делать самой, вы ничего не разрешаете. Теперь нужна ложечка, наверное, чтобы делать одинаковые формы тефтельки. Тевтельки. Почему? Ну, потому что считать, что вы карсел, а я домработница. Помните? Так. И теперь вот так вот. Одинаково, чтобы они были. Оп, смотрите как. Да, да, да. Смотрите, как я вот так вот делаю, а вы вот крутите. Не рановатенько ли? Крутите. Ну-ка, Жаннашка, посмотрите внимательно на стол. Стол, ну откиньте с глянами. Прекрасный стол, красивый стол. Внимательный смотрим. Так. Внимательный слева направо. Ну. Смотрим. Я очень невнимательная. Смотрим. А зачем вы так делаете? Берем рис. Да? А, Семен, Семенович. Полуподваренный рис. Мы же немного его взяли, да? Ну, теперь давайте вот это, чтобы вы изображали. Вот так вот я делаю. Так вот. Раз. Раз. А тут не тут я. Так, раз, два, три. Так, давайте, да. Игра в четыре. Раз. А знаете, как круто. Да, 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 да. Смотрите, какие они одинаковые. Да, 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 да. Красивые такие. Опа, 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 опа. Ну, окей, чтобы ничего не прилипало, да? Но с сыром мне очень нравится. Да, будет очень вкусно, честное слово, да? Главное, вот, делать так, чтобы были все ровненькие, чтобы хватило. Вот сколько получилось, считайте. Я в третьем классе на дробях остановилась. Вот этого я не очень умею считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать. Хорошо, не тринадцать. Теперь надо быстренько обжарить наши тефтельки в сковородочке, в маслице. Много не еще лейте, много не бывает. Лейте, лейте. Я не люблю, когда очень много масла. Все, хватит, достаточно. Как только у вас тефтельки обжарились, да, вы добавляете туда чуть-чуть водички. Добавляйте. Водички? Вот чуть-чуть добавляйте, не добавляйте, только не хочешь, чтобы не разбрызгалось. Еще. Сестра, имя, еще. Еще, 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 еще. Все, достаточно. Теперь добавляем туда помидорчиков, да? Парень, с Жанночка, болгарского перчика, лучка и зелени. Хорошо. И бухните, как все это, да в нашу, да в сковородочку. Скажите, пожалуйста, вот такой у меня к вам вопрос. Давайте. А как же вы, как, понимаете, филолог по образованию, да? Да. Как вы, как вы дошли до жизни такой, почему? А знаете, я отвечал уже несколько раз в интервью на этот вопрос. Так. Почему вы начали готовить? Да. 14 лет, мне было 14 лет, когда начал готовить. И знаете, я честно отвечаю, очень хотелось кушать. Вы знаете, самое смешное, что я начала готовить 12 лет. У меня тоже очень хотелось кушать. Это уже девочка. Вы знаете, какая интересная вещь. У меня мама очень, очень такая, такая светская была женщина. Я помню ее с детства, она всегда была чашечкой кофе, сигареткой. Да, и смотрела, когда я готовила что-то. Она смотрела меня и говорит, ну готовь, готовь, у тебя в каждом глазу по сковородке. Говорила она мне. Вот. И я начала готовить 12 лет, потому что очень хотелось кушать. Лаврушечки, да? Я еще чуть-чуть, вот с вашего позволения, вот сделаю что-то для томата, вот чуть-чуть водички. Можно я положу? Да, конечно, конечно, томатные пасты, да? Скажите, Парна, а зачем мы делаем там овощи-гриль, и те же овощи мы делаем сюда? Ну, представляете, вдруг вы испытываете какие-то проблемы с желудком. И овощи тушеные с чесноком, на сковородке, с тертелями для вас, в томатном соусе, для вас, ну сегодня недопустимы, да? Ну, по тем или иным причинам, да? Когда вы подходите к замечательной пароварке «Поларис», 4 отдельных контейнера. Каждый может готовить продукты совершенно отдельно. Вы открываете пароварку «Поларис», и мы сейчас... Красиво! Можно готовить все на разной температуре. Запахи не смешиваются. Не смешиваются запахи. Перец пахнет перцем, а баклажаны пахнут баклажанами. А как это так получается, что не смешиваются запахи? Спросите у «Полариса». Далее в программе. Достаю супец. Так. Без секрета, видите? Главный секрет холодного свекольного супа. У вас ничего просто не бывает. Попробуйте. Особенности женского подхода к приготовлению пищи. Можно маленький последний штрих я сделаю? И к ее дегустации. Где большая ловка? Это стоит. Напоминаю, что в гостях у барышни Кулинара заслуженная артистка России Жанна Эпле. Посмотрите на меня. И у нас уже почти готов холодник по-польски. Огурцы, укроп, петрушка, зеленый лук. А барышня сделала глазуни из теста, глазури и консервированных персиков. У меня получилась сладкая яичница. А еще мы приготовили нежные рыбные тефтели. Вот так вот. Да, мне нравится. Красиво, да? Да. А? Нет, ну пристаньте. Ну что же вы у меня дурочку из меня делаете? Я удачно играю дурочек, но я не дурочка. Что касается кухни. Откройте на секундочку. Я покажу вам, как выглядит главное блюдо дня. Да? Рыбная тефтелька. Очень нежная. Ну? Мне кажется, готово. Пять минут. Пол вареные овощи, как нам надо. Все, мы должны подавать. Для тефтели возьмите рыбное филе, нарежьте небольшими кусочками, а потом измельчите в блендере или мясорубке с натертым сыром, чесноком, яйцом, зеленью, солью и перцем. Получившийся фарш перемешайте с отварным рисом, сформуйте тефтели и обжарьте на сковороде на растительном масле. После этого добавьте томатную пасту, разведённую кипчёной водой, чеснок, лаврушку, зелень и овощи, крупно нарезанные помидоры и болгарские перцы. Тушите тефтели под крышкой на слабом огне ещё минут 15 до готовности. Каждую среду лучшие рецепты нашей программы в журнале ТВ-7. Когда хочу, хочу всегда, и теперь всё-таки суп. Ещё суп будем делать? Мы уже сделали. Ой, я забыла, я испугалась, что думала, что суп будем делать. Я сейчас забываю, это холодник по-польски. Знаете, что самое главное в нашем холоднике? Так. Это то, что делается быстро, что он совершенно не варится, и что в нём есть секрет. Жанночка, достаю супец. Так. Без секрета, видите, принесли. Креветочки вот у меня здесь. А зачем креветки? Для красоты. Просто для красоты? Нет, у вас ничего просто не бывает. Попробуйте, попробуйте одну. Вы почувствуете, что они не просто креветки. Они политы с лимонным соком и солью. Они уже сыроварёные, их варить уже не надо. Теперь мы открываем супец. Где большая ловка? Это стоит. Это же суп холодный у нас. Да. Это же очень важно. Это вот холодный бульон. Напомню, полуварёная свёкла, да? Да. С обычной водой комнатной температуры. Огурец, видите, да? Крупный очень, я бы поменьше сделала. Грубовато. Грубовато. Я специально. Вам, может быть, давайте я это себе. Да, мне чуть-чуть, чуть-чуть. Вам чуть-чуть и пожиже, да? Чтобы не было вот этой грубости, да? Да. Не было грубости огурца. Я очень люблю, когда кушаешь первое, чтобы было что-то живому. Спасибо. Чтобы приготовить холодный по-польски, натрите на крупной тёрке отварную свёклу, положите в кастрюлю и залейте охлаждённой кипячёной водой. Хорошенько посолите, добавьте сметану и тщательно перемешайте. Основа супа готова. Теперь начинка. Нарежьте огурцы, зелёный лук, укроп, петрушку, пробите яйца и всё это отправьте в кастрюлю. При подаче в каждую тарелку положите несколько штук очищенных переветок и украсьте свежей зеленью. Холодник готов. Эта свекольная окрошка идеальная первая в жаркий день. Ну что, всё готово у нас? Да, всё готово. Секундочку, подождите. Вам! Вы же никогда не пробовали рыбные тефтили с сыром. Ой! Да, а это себе. Господи, как всё вкусно. Да, вкусно и красиво, да? Можно маленький последний штрих я сделаю? Весело и вкусно. Можно я сделаю последний штрих? Пожалуйста. Я же девушка. Да, девушка. С этим трудно спорить. Смотрите, что я придумала. Красота-то какая. Вы должны это попробовать. Ну потом скажите уже. Ммм, ммм. Стон. А? Не-не-не, это моя мэр. Дорогие девочки, я беру свои слова обратно. Не все мужики СВО. Я знаю двух потрясающих мужчин. Теперь к этому списку прибавился ещё один. Третий мужчина. Да, кстати, это мои сыновья, двое из них. Врёт. ДА, ВВ и МС. По-моему, отличная компания. Семенович, твоей подруге просто золото. Зови ещё, приглашай. Так, я вас сам приглашу. Ну а теперь пойди. Парышня и кулинар. Пальчики оближешь вкусная еда. Посмотри, послушай, здесь рецепты лучшие сможешь ты найти. Всегда.